Всем привет, дорогие друзья! С вами ваша Виктория, и это профиллярный канал Vita Can Fly. Я думаю, что вы уже заметили, что многие видео я снимаю на одном и том же фоне, меняю одежду, макияж тот же самый. Да, друзья, при моем ритме жизни я сейчас только таким образом продолжаю вести свой канал. Я всегда стараюсь снимать несколько видео за один вечер. В общем, пока что так, по-другому у меня просто бы не получилось записывать новый материал для своего любимого, обожаемого канала. Друзья, давно я вам не говорила спасибо. Спасибо вам большое за всё. За хорошие, за тёплые, добрые комментарии, за плохие, негативные, даже немножечко агрессивные комментарии. Я тоже вам благодарна. Я вам за всё благодарна. Каждое видео вы же его смотрите, вы тратите свои силы, вы тратите своё драгоценнейшее время. Я считаю, что наше с вами свободное время – это один из самых ценных, важных ресурсов. Его нужно оберечь, его нужно с пользой всегда задействовать и чтобы был всегда хороший результат. Я очень рада, что вы смотрите мои видео. Я рада, что вы их комментируете. Я рада, что вы делитесь со мной какой-то информацией. Очень часто многие девчонки, девушки, женщины пишут о своих каких-то парфюмерных находках, о своих неудачах, о своих коллекциях, что пришло, что ушло, о каких-то новых ассоциациях. Я очень рада, что вы делитесь со мной этой информацией, и я всё очень сильно ценю. Спасибо вам большое от всей моей парфюмерной души. Друзья, сегодня очередной восточный арабский аромат, конечно же, от Latafe. Но от какого же ещё бренда я могла приобрести аромат? Это часть подарка от мужа мне на нашу годовщину свадьбы. Я этот аромат выбирала сама, приехал он ко мне с сайта Valperis, конечно же, из магазина «Звезда Марокко». Я только там сейчас покупаю, очень редко, но покупаю восточные ароматы. И продавец всегда прекрасно всё упаковывает. Я много раз уже об этом говорила. К слову, у меня уже на канале есть отдельный плейлист с арабской парфюмерией. Заходите туда, смотрите. Там много-много разной информации по разным флаконам, ароматам, звучаниям. В общем, если вам интересно, смотрите. Итак. Этот аромат уже однажды засветился в фаворитах, по-моему, за какой-то месяц. Не помню, за какой. Я вам его показала. Многие написали, ой, как много красивых ароматов. И вот этот флакончик такой прикольный. Девчонки, только сейчас вы дошли руки снять о нём отдельный обзор. Итак, давайте посмотрим. Это у нас с вами Латафа. Коллекция Тамин. Тамин коллекшн. Маск Кэнди Роуза. Как всегда, шикарнейшая презентация. Очень красивая, крупная, качественная коробка. Так-так-так. Открываем. Здесь такой у нас пьедестал, в котором приехал ко мне аромат. Вот так всё-то выглядело. Давайте я вам покажу. В данной коллекции четыре аромата. Этот красивый розово-красный. Фиолетовый под названием. Маск Шугар Плум. Аромат со сливой. Аромат Маск Сау Пудре. Пудровый аромат. Мы о нём сегодня поговорим, друзья. И зелёный Маск Уайлд Ванил. Аромат с ванилью, как мы можем, конечно же, понять. Итак, давайте внимательно посмотрим на флакончик. Я не могу вам сказать, в каком году данный аромат создан. Меня эта информация, честно говоря, сильно не волнует, не интересует. Мне важно, чтобы мне нравился аромат, его оформление и так далее. Это, конечно, очень красивый флакон. В нём такой молочный, но при этом спиртовой раствор. Единственный минус в нём, ну уже, я думаю, вы заметили, вот эта наклеечка, она криво наклеена. Что, конечно, полный образ немножечко портит. Красивая такая крышка. Здесь у нас красивый такой жгутик, канатик золотого цвета. Здесь как будто бы какой-то красивый камушек. Он выполнен из пластика. Здесь внизу наклеечка. И, конечно, всегда смотрим на ароматах латафа, чтобы была голограмма. Это очень важно. Пожалуйста, не забывайте об этом, друзья. Я не понимаю, зачем вообще восточные ароматы подделывать? Зачем их копировать? Ну, это же бред, по-моему, правда же? Так, зачитаем немножечко информации с айтафрогрантика. Здесь указано, что аромат создан в 2020-е годы. Так оно и есть наверняка. Итак, пирамида. Это роза, цитрусы. Мне это уже очень нравится. Сердце, цветочные ноты, белый мускус. Слушайте, белый мускус почти что в каждом моём аромате от латафы. Он там есть всегда, причём и в сердце, и в базе. И база это мускус и амбра. Про именно белый мускус мы уже несколько раз с вами разговаривали. Он назван белым не потому, что он белого цвета, да, или вот называется белый, а потому что он именно более мягкий, более лёгкий. Наносим аромат. Распыление превосходное, мелкодисперсное. Меня всё здесь устраивает. Я уже слышала эту сладенькую розочку. Но это очень позитивный, это жизнерадостный аромат. Он подойдёт больше на конец весны и на лето, ну, возможно, ещё на тёплый сентябрь он подойдёт. Это, конечно, для любителей фруктов, для любителей розы в ароматах, в парфюмерии. Цитрусы. Конечно, цитрусы, возможно, здесь есть, но только лишь сладкие цитрусы, не кистые, не терпкие. И то на фоне. Сладковатые, разнообразные цитрусы. Какой именно цитрус, никак не могу вычленить, не могу этого сказать. Цветочные ноты, да. Они где-то, опять же, на фоне, такой поляночкой с цветочной припылённой пыльцой стоят, греются на летнем солнышке. Цветочки здесь и розовые, и красные, и жёлтые, и белые, и какие-то мелкие, и крупные со света. Ну, это, конечно, прям максимально цветочный аромат. И, конечно, царица роза. Роза здесь очень такая богатая, красивая, распустившаяся. И её лепесточки переливаются под лучами солнышка. Такая прям и тёплая, мускусная, немножечко слегка ядрёная розочка. И очень тёплая, нежная, приземлённая, неяркая, не выпирающая, мускусно-амбровая база. Давайте посмотрим, с чем сравнивают пользователи фраграмтики данный аромат. Мне самой даже интересно, я не смотрела заранее ничего. С Кевин Кляйн Эйфория. Это похожие направления, но не один в один. С Лаве Белль Эн Роуз Ланком. Да, возможно, они похожи. С Энджел Нова. Я бы не сказала, ну это, скорее всего, сравнение за счёт розы плюс мускус. Я бы не сказала, что они похожи. Вот очень похож на Энджел Нова Аромат Фо Хио от Дилис. Он бюджетный, он крутой, вот он прям похож. Сравнивать с Валентино Дон на Борн Ин Рома Йеллоу Дрим Валентино. Не могу сказать, не знаю. Так, с Велвет Роуз Латафа Перфюмс. Вряд ли они похожи. Где-то я его слушала, он мне не сильно понравился. И с Идоль Нау Ланком. Он розный, он мускусный, он сладенький, он фруктовый. Он слегка немножечко цитрусовый. Очень яркий, такой сочный, задорный. И знаете, мне кажется, какая-то ещё небольшая ягодность в нём есть. Вот какой-то сок или нектар ягод. Это красиво. Так, технические характеристики, конечно же, я обязана об этом говорить. Потому что в каждом видео вы просите меня это озвучивать. Иногда забываю, но в основном всегда говорю. Друзья, я бы сказала, что технические характеристики здесь умеренные. Аромат на мне держится примерно 3-4 часа. Шлейф у него, ну, может быть, чуть выше, чем умеренный. То есть это не очень диффузный, это не очень стойкий и шлейфовый аромат. Всё среднее. Характеристики средние. Как он звучит? Нет, он не звучит как восточная парфюмерия. Он звучит как очень хороший, добротный люкс. Люкс Люксович. Либо как супер качественный миддл маркет. Вот так вот он звучит. Я очень рада, что он у меня есть. Я бы ещё очень хотела познакомиться с ароматом, где есть слива с фиолетовой версией. Мне очень сейчас нравится данное направление. С данным ароматом мы с вами закончили на сегодня и поговорим о версии пудре. Аромат пудре мне положили в подарок данному заказу. Этот продавец всегда меня радует какими-то пробничками от ливантика. Иногда кладу два даже от ливантика. Иногда один. Единственное, что очень-очень-очень неудобно. Здесь, значит, у меня жидкость, то есть аромат. А где-то там в мешочке болтается его артикул на сайте Валберис. Крошечными-крошечными цифрками. То есть, опять же, нужно тратить своё время, искать его на сайте Валберис. Но это неудобно. Было бы круто, если бы просто написали название на флакончике. Я думаю, это было бы лучше. И это именно уважение к покупателю. Говорить названия ароматов. Чёткие названия ароматов. Так, друзья, это у нас такая голубая жидкость. Симпатичная. Мне очень нравится голубой цвет. Вот я не знаю, почему. У меня мало очень вещей голубого оттенка. Но цвет мне нравится. Слушаем, друзья. Итак, аромат от Tamin Collection Mask Poudre. Красивый флакон. Очень даже привлекательный. Latafa Parfums. Смотрим пирамиду. Это у нас пудровые ноты. Цветочные ноты в верхах. В сердце это тоже пудровые ноты и древесные. И в базе это мускус и амбра. И, друзья, сразу скажу, что я не хочу такой аромат. В полном размере, потому что он максимально пудровый. И вот мускус в данной вариации мне выдают небольшую животинку. Здесь не совсем приятный мускус для меня. Или, может быть, сочетание мускуса амбра плюс пудровые ноты как-то не моя история. Хотя я люблю все эти компоненты в ароматах. Ну, просто, видимо, это сочетание. Просто не мое. Цветочные ноты очень абстрактные. Я бы еще сказала, что здесь именно серая амбра. Вот эта амбра, серая амбра, мне сейчас напоминает из аромата Ajmal Rain Drops. Вот что-то очень похожее в базе у них есть. Максимально пудровый аромат. Достаточно даже монотонный. Он особо не раскрывается. И я заметила, что он не шлейфовый. Он очень-очень-очень близко к коже сидит. Он как-то прям вот окутывает, закрывает какую-то такую пудровую коробочку. В общем, друзья, аромат Tomming Collection Mask So Poudre не моя история. Не понравился. Да, животинка. Очень монотонный, не диффузный. Ну, то есть он меня не радует. Он меня, наоборот, как-то, знаете, приземляет как-то. Я люблю, конечно, очень тихие, спокойные ароматы. Но на данный момент в моей жизни осенью хочется больше позитива. Я очень надеюсь, что данное видео принесло вам пользу, какую-то новую информацию. Про белый именно мускус мы много раз уже с вами разговаривали. Бренд Lataffa люблю и уважаю. Звезда Марокко, магазин на сайте Валбрис. Также мне нравится. Могу вам рекомендовать его. Лично по моему опыту все прошло удачно. Все наши мои покупки, все были удачными. Спасибо вам за внимание. Я благодарю вас. Обнимаю каждого. Желаю вам удачного, прекрасного, успешного дня. Больше улыбайтесь и дарите людям добро и позитив. И все это, конечно, вам вернется. Спасибо и до свидания. Пока-пока.